Некоторые рубли уже не так просто найти в обороте, о статистике встречаемости подробно. Один рубль, здесь полторы тысячи штук. Что здесь за монеты? Какие здесь монеты? Я еще не знаю. Для начала такая штучка нам пригодится. И фломастер. Перед тем, как мы с вами начнем перебирать монеты, я бы хотел вас попросить оставить комментарий под видео, касающегося вашего опыта встречаемости рубля в обороте. И, кстати, в описании видео есть содержание всего обзора, где время кликабельное. Для удобства я отсортировал кучу на две части. Медные монеты покрытие мельхиором отдельно и, соответственно, стальные монеты покрытие никелем во второй мешок. Короче, почти все они магнитные. Так, ну вот, наконец-то я перебрал вторую часть. Так, продолжаем обзор с рубля 2013 года. И мое удивление номер два было то, что я не нашел рубль 2013 года Санкт-Петербургского монетного двора, а только Московского монетного двора. Ребята, что касается остальных немагнитных рублей с 1997 по 2009 год, чтобы вас не утомлять, просто скажу, что по осмотру без особенностей. Теперь про монеты, которые привлекли мое внимание. Их оказалось совсем мало. Большинство из них совсем грязные. Давайте посмотрим. Ну, первые. Не грязные, но они известные. То есть это у нас монеты со знаком рубля. Что же нам говорит статистика? В 2016-2017 годах я перебрал в мешках рубли. Только в 2016 году это был регион Калужская область и статистика на 1200 монет. А в 2016 это регион Москва и статистика на 1500 монет. Анализируя голые цифры, мы видим, какие монеты постепенно исчезают из оборота. Хотя бы посмотрите на 99-й год обоих дворов. В 2016 году их было 10 штук в обороте. В этом году уже 0. То же самое Санкт-Петербургский монетный двор. Далее, 2009 год Санкт-Петербургский монетный двор магнитное. Было 4 в прошлом году. В этом году тоже 0. Хотя я уверен, еще их можно найти в обороте. Они есть, просто их надо поискать. То же самое 2010 и 2013 годы Санкт-Петербургский монетный двор. В принципе и вообще посмотреть любой год, тенденция на уменьшение, на уменьшение. Если приглядеться к цифрам, то за счет каких же монет произошло замещение, а очень просто. Это стальные монеты, покрытые никелем. За 2014 год 1 рубль 15-го года, 16-го и в перспективе это рубль 2017-го года. Их будет еще больше. А чего это происходит? Кто-то из вас может подумать, что нумизматы изымают постепенно из оборота эти рубли. Но в принципе не совсем. Основной вывод экономический. До 2009 года рубли чеканились из меди, покрытой мельхиором. В этом же году произошло замещение на стальные рубли, покрытые никелем. Это было связано с удорожанием меди и с финансовым кризисом 2008-го года. По мировым ценам, медь сегодня стоит 1 грамм около 1 рубля. Разумеется, чеканка не рентабельна, но она и давно не была рентабельной. Поэтому сейчас дешевле медь не добывать в карьерах, а изымать из оборота эти рубли и утилизировать на переплавку. Из оборота изымают, кстати, не все монеты, а только в плохом состоянии. Если говорить в общих цифрах, то хождение монет составляет минимум 8 лет и где-то до 15 лет. Бывают даже монеты, которые находятся в обращении до 30 лет. Вот основная причина, почему быстро исчезают рубли до 2009 года. Они просто изнашиваются и их утилизируют. И они из меди. Теперь давайте рассмотрим отдельную статистику встречаемости 1 рубля в 2017 году. Вот я сделал выборку, здесь у нас встречаемость по возрастанию и поместил в красную зону те гадачи канки, которые исчезают, либо почти исчезли. Вот, пожалуйста, в топе у нас монеты 1999 года обоих дворов. Я с уверенностью могу вам сказать, что в мешковом состоянии они уже нечастые. Дальше посмотрим 2009 год, сад Метебургский монетный двор, магнитное и немагнитное. Здесь тираж невысокий, потом 2010 год и 2013 год, Санкт-Петербургский монетный двор тоже будут нечастые из-за относительно невысокого тиража. Далее, ну рубль со знаком рубля, хотя тираж у них высокий, но их все равно мало, так как многие считают эту монету привлекательной и она седает в коллекциях у населения. Дальше 2010 год и 2005, тоже у них почему-то невысокая встречаемость, пока не могу сказать точно почему. В серой зоне я выделил рубли, которые могут стремительно исчезать из оборота, так как время идет и они не магнитные, в основе которых медь, а медь дорожает быстро и номинал уже превышает стоимость самого металла. Все остальные года, которые не выделены, их много. Это рубли из стали покрыты никелем, а стали дешевле меди, тиражи большие и любой рубль длительное время будет стоить номинал. В принципе анализ я провел, если кому-то необходима эта информация в таблице, вы можете нажать на паузу и сделать скриншот, чтобы потом распечатать себе. Надеюсь вам понравилось, до встречи в следующем видео, друзья.